Игорь Киренков Где она еще есть И у вас будет возможность подписать ее у автора Я, наверное, начну наш разговор Немножко в обратную сторону Расскажите, Мария и Максим Где вас застало известие о смерти Андрея Звездняка И вообще, как это было? Меня не было в России, когда это случилось И застало оно меня Громче? А, не слышно? Может, его включить надо? Да Вот, меня не было в России, когда это случилось Поэтому я, к сожалению, не была даже на похоронах Это было все очень неожиданно Потому что Андрей Анатольевич умер на бегу Совершенно полным энергии, планов и жизненных сил И всего Это в некотором смысле завидная смерть Для того, кто умер И совершенно чудовищная неожиданность И горе для тех, кто был вокруг Потому что ничто не предвещало И никто не успел подготовиться ни секунды Он просто отсел на секундочку Готовился к принятию зачета Отсел на секундочку на диван И все И так и осталось на книжных полках стоять записка Что в субботу в 15 часов зачет в такой-то аудитории Но вот этого не случилось Ну, я просто хочу сказать Мы были вместе в Израиле И, собственно, там узнали Ну, мы многое воспринимаем вместе Просто потому что мы муж и жена Поэтому это надо учитывать Да уж, это надо учитывать А теперь резкий скачок на несколько десятилетий назад Расскажите, как вы познакомились с Андреем Анатольевичем? В 1975 году Ну, мы вместе Но я поступила на отделение Структурной прикладной лингвистики Московского государственного университета И на первом же курсе Введение в специальность Так нам повезло Залезняк очень редко А потом и вовсе никогда не читал обязательных курсов Но в тот момент Введение в специальность Нам читал ровно он А дальше были спецкурсы На которые мы ходили А дальше было много чего И я дружила с его дочерью Аней Потом, начиная с какого-то момента Андрей Анатольевич стал приглашать На свои собственные дни рождения На которых были в основном его одноклассники И это отдельная радость была На них на всех смотреть Они все были очень талантливые Все были очень разные И вот я как раз Жалела Или не жалела Но в общем Да, сожалела Когда мне предложили написать о нем книжку Это для меня было неожиданностью Потому что если бы мне когда-нибудь Приходило в голову Что судьба будет писать о нем книгу Я, конечно, поговорила бы с огромным количеством людей Которых знала Которые были очень хороши И с которыми про это не успела поговорить Потому что никогда не думала Что придется этим заниматься Ну вот Максим, а у вас? Ну опять то же самое Потому что мы не только муж и юна Но и однокурсники И поэтому мы вместе поступили на Асипл Я просто скажу, может быть, два слова Об Асипле и о той атмосфере Это было совершенно замечательное место Во-первых, это были советские времена И это был, ну если хотите, оазис Новой науки Связанной с математикой Собственно поэтому Одной из главных действующих фигур При создании И Асипла Это отделение структурной Прикладной лингвистики МГУ Филологического факультета МГУ На котором был создан Вот Совершенно Новый мир Новой науки Лингвистики Связанной с математикой Отчасти, может быть, с компьютером Но тогда это было все Компьютера еще не было Хотя компьютерная лингвистика уже была Программирование уже было Это было Ну, мягко говоря Деидеологизированное место Потому что гуманитарная наука В СССР Это была сплошная идеология А здесь Введение в лингвистику математики Позволило отчасти ее сделать Как математику То есть Не столь привязанной К идеологии Не столь привязанной К Марксу, Энгельсу и Ленину И туда пришли замечательные люди Которые, в общем, были В каком-то смысле Все антисоветские Структурная лингвистика Тогда была Позднее появилось это слово В этом значении Культовой наукой Потому что вот был Осипл И еще было замечательное место Тартусская семиотическая школа Вот эти места были такими центрами Ну, если вспомнить Роман Гесса Игра в бисер То это была Своего рода Касталия Для ученых И когда мы пришли Юными студентами Студентами первого курса У нас была Замечательная Преподавательница Анна Константиновна Наполиванова Которая В одну из первых С тех с нами Объявила, что На этом отделении Есть один гений Это гений Андрей Анатольевич Это вот как бы Было Дано А потом Андрей Анатольевич читал нам Курс введения Это было замечательно По-моему, впервые Он его читал нам И вообще На нас Экспериментировали Мы были довольно Необычным курсом Курсом Которым Поставил рекорд По количеству Ученых Оставшихся в науке Ну, а если формально Подходить То по количеству Докторов наук Академиков Членов корреспондентов Это было действительно Совершенно замечательное время Со всеми Свойственными Перегибами Со снобизмом С какими-то Такими Очень замкнутыми Пространствами Походами Лингвистическими Андрей Анатольевич Там появлялся В Веллах Обычно Игорь Мельчук Еще одна Совершенно потрясающая Фигура того времени Ну, вот это просто надо понимать Что это было за пространство И Андрей Анатольевич Зазняк Фигура Тогда абсолютно Не публичная Я помню Как он скрывался На Перед лекциями Чтобы Его не донимали Вопросами На каком-то Это приходило обычно На девятом этаже Филологического факультета А он скрывался Где-то там внизу На пятом-седьмом Но это было все Замечательно Мы Восхищались Купались в этом Вот такой странный Мир Совершенно необычный Не похожий на то Что мы видели В школе И вокруг нас Ну и вот Я думаю, что С первого Курса Вот эти фигуры Андрей Анатольевич Залезняк Анна Станин Поливанова Еще несколько Действительно Блестящих ученых Но нам математику Скажем, читал Юрий Манин Один из самых Замечательных математиков Того времени Сейчас, я думаю, что тоже Вот это удовольствие От науки От учения Я не испытывал Никогда до И боюсь, что Никогда после Ну вот Я думаю, что Вот так мы познакомились Истинно существует Это устная биография Андрея Залезняка Книга составлена Из разговоров о нем И значительную роль В ней, скажем Играет разговор С самого Залезняка С Владимиром Успенским Мария, расскажите Почему вы остановились Именно на такой форме На таком жанре Скажем, не какой-то Ну, не биография В превышенном смысле слова Такой монолог, условно говоря Исследователи Которые собирают информацию Из разных источников А вот оставили Эту вот Калажность, скажем так Ну, во-первых Это не совсем калажность Калажность подразумевает Все-таки разнородные куски Сейчас объясню почему Когда один человек Пишет о ком бы то ни было Он рассказывает О том, как он видит Своего героя Насколько бы умен не был автор Он всегда видит Всего всех с одного боку Мне казалось, что Ну, то есть Когда предложили эту книжку Я долго думала Написать эту книжку Я долго думала Как ее писать А потом Вот придумалась Эта Идея Если поговорить Про Залезняка С разными людьми Которые его близко знали Во-первых В разные периоды Его жизни А во-вторых В разных апостасях То На пересечении Этих ракурсов Как они его видят Как они о нем говорят Как они его воспринимают Получится более объемная фигура И более настоящий Залезняк Чем если бы об этом писал Кто бы то ни был один И поэтому Вот Я разговаривала Почти с тремя десятками людей И получилась Такая книжка Что касается Разговора Залезняка С Владимиром Андреевичем Успенским Его никогда не называли Владимиром Успенским Он бы вам не простил Разговор с Владимиром Андреевичем Успенским О жизни Залезняка Это видеозапись Флешку с этой видеозаписью Мне отдал сам Владимир Андреевич Который тогда был еще жив Хотя уже болен И видеозапись Это Этот разговор двухдневный Начинается словами Это частный разговор двух лиц И навсегда таковым останется Вот Когда он мне ее отдал Я получила действительно Такое сокровище И о жизни Залезняка Тем самым В этой книжке Говорят не только 30 разных человек Но и Залезняк сам Плюс конечно Это не просто Рассказы разных людей О Залезняке Я когда ее Писала Разговаривала с ними Со всеми Готовилась У меня в голове Все время это жужжало У меня голова была похожа На пчелиный улей Где все эти 30 человек Бесконечно разговаривали Они Каждый разговаривал о своем Но тем не менее Некоторое хронологическое Или тематическое Или характерологическое Пересечение В их разговорах Было И вот Эти жужжания Должны были Сплестись В некоторый Рассказ о человеке Как будто Все эти люди О нем Разговаривают Друг с другом Вот я старалась Сделать так Чтобы это были Не подряд Один говорит Другой говорит Третий говорит А чтобы это был Их общий разговор В чем-то В чем-то противоречащий Друг другу В чем-то Спорящий Друг с другом В чем-то Соглашающийся Но даже Когда соглашающийся Немножко Разный И еще мне Хотелось И я надеюсь Это получилось Чтобы видны Были еще Эти люди Которые о нем Говорят Вообще говоря В том Как мы о ком-то Говорим Конечно Виден Тот о ком Мы говорим Но больше Видны Мы сами Говорящий Всегда виден Сильнее Чем тот О ком Разговаривают Вот мне Хотелось Чтобы были Видны Говорящие И я В общем Надеюсь Что получилось В начале Книги Упомянут Собственно Все те С кем Вы успели Поговорить Готовя ее И они Подписаны Учеными степенями Или степенью Близости К главному герою Расскажите Как вы Отбирали Вот этих Самых Участников И вы сказали Что если бы У вас была Возможность Вы бы Поговорили бы С еще Большим Кругом Людей Кого бы вы добавили Кто для этой книги Тоже очень важен Но к сожалению Не удалось Его голос Или ее голос Включить Когда я говорила Что к сожалению Не поговорила Я имела ввиду Что Если бы мне Эта мысль Пришла в голову Раньше Я бы поговорила С ними Пока они живы В тот момент Когда мне предложили Писать эту книгу Этих людей Уже не было Поэтому Я не могу сказать Что я бы их Добавила Я бы их конечно Добавила Я бы вообще Была за то Чтобы Залезняк Был жив И писать Не пришлось бы Пока Но этого не случилось Ну вот Сейчас мне кажется Перейдем к таким Неожиданным Открытиям Которые Из этой книжки Можно обнаружить Так скажем Меня Удивило Шокировало Высказывание Елены Подучевой О том Что Залезняк Что Залезняк Не был Эрудитом И библиофилом Вы это замечали Скажем По тому Что стояло У него дома И по общению с ним В негуманитарной В семье И поэтому Я не вижу К ним строгой Это как Классическое Высказывание Что Залезал Залезал На плечи Своих Великих Предшественников И сам Становился Великим Это Другой Совершенно Путь Ну Почитаемый Это Путь Книжника Но Есть и тип Который Представлял Андрей Анатольевич Залезняка Наверное Даже более редкий В науке По крайней мере Более трудный Потому что Легче читать Других И Ну что-то Добавлять К ним Небольшое Или большое В зависимости От таланта А здесь Этот тип Который Доходит Сам И ставит Задачу Сам И Решает Ее сам Ну и Действительно Это Скорее Смешно Звучит Но Чтобы Потом Это Имело Приличный Вид Надо На кого-то Сослаться Это Обязательная Ученая Вежливость И Приходится Дочитывать Не повторил Это Кого-то Но Притом Что Очевидно Что То Что Придумал Андрей Анатольевич Залезняк До Этого Не Придумал Никто Так Что Этой Опасности Не Было Это Разные Типы Ученых И Надо Скажать Что Сегодня Андрею Анатольевич Было Намного Тяжелее Потому Что Сегодня Все Больше Шаблонов И Стандартов В Научной Работе Гуманитарной Лингвистической В том Числе Стандартов Пришедших К нам Из Естественных Наук Ну Сводящих Индивидуальность Ну Не к Минимуму Но К Гораздо Более Ограниченном Пространстве Так Что Для Гуманитария Это Действительно Редкость И В этом Смысле Я Понимаю Почему Вы были Шокированы Но Но Тем Не Мене Так Такой Тип Существует Он Редок Интересен Тем Самом Для Гуманитария Редок Ты Сказал Значит Одна Из Главы В Книжке Называются Цитатами Из Того Или Иного Человека И Одна Из Глав Называется Лингвистика Вообще Говоря Не Часть Гуманитарного Мира И Это Цитата Из Залезняка Поэтому Вот Как Раз Это Редкость Для Гуманитария Но Когда Это Наше отделение Структурной Прикладной Лингвистики Придумали И В частности Одним из создателей Его был тот самый Владимир Андреевич Успенский Математик Были изменены Специально Вступительные Экзамены На него Не сдавали Ни литературу Ни историю А вместо этого Сдавали математику И вот это Вот Сознательное Отстраивание Лингвистики От филологии И задавало Ту самую Рамку Что Лингвистика Не часть Гуманитарного Мира Вы Согласны С этим Отверждением Ну Бывают Разные Лингвистики Теперь Ну Да В принципе Конечно Согласна В принципе Конечно Согласна Она Строжая Она В формальной Своей части Более Математизирована В ней Больше Логики В гуманитарии Больше Филологии Общей Больше Образов И рассуждений Без четкой Выводимости Одного Из другого Но Как раз таки В книге Приводится разговор Владимира Андреевича И Андрея Анатольевича О том Что вот Как раз таки Они обсуждают Что нужно Задавать на Лингвистические Что если бы Скажем Была Нормальная История Нормальная Литература Диалогизированная То как бы Не лишним было бы Знать это Лингвисту Но так как Мы живем в условиях Когда вместо Философии Ты сдаешь Диалетический Материализм То как бы И хорошо Что в общем Все сводится Только к одной Математике Мы сейчас Даже не то Чтобы затронули Скорее упомянули Открытие Андрея Анатольевича Его Несравненные Прорывы Вы в книге Говорите с самого начала Что вас Занимает Нет Но все же Не могли бы вы По возможности Как-то кратко Я понимаю Объем И шрату Как раз таки Интересов Залезняка Сказать Собственно говоря Что он внес В отечественную Лингвистику Много чего внес В отечественную Лингвистику В разное время Разное Хотя Прослеживалось То чем он будет заниматься С самого начала Случайным образом Это получилось Когда его чудом Отправили По студенческому обмену В Париж В 57 году И он поступил Там В Эколь Нормаль Что вызвало Отдельное недовольство В советском посольстве Потому что считалось Что все Отобранные по обмену Отправленные туда Восемь человек Должны были учиться В Сорбоне И не рыпаться А он Поскольку не знал Правил поведения Советского человека За границей Случайно поступил В Эколь Нормаль По совету Двух своих Французских Знакомых Которые годом раньше Приезжали по тому же Обмену В Москву В Московский университет И там ему Предложили Вести курс Русского языка Для желающих Французских студентов И вот он стал Придумывать Как он будет Преподавать русский язык Французским студентам Невозможно же Он стал читать Какие-то учебники Смотреть Какие по этому поводу Существовали И стало ясно Что преподавать По этим учебникам Невозможно Потому что Невозможно по ним Выучить русский язык А если ставить целью Научить русскому языку То надо как-то Это делать иначе И вот тогда Он стал придумывать Как это Структурировать И упростить И сделать Доступнее Для Служ Для своих слушателей Для студентов Дальше Из этого Потом Через сколько-то лет Вырос Краткий Грамматический Очерк К русско-французскому Слуарю Потом Еще через сколько-то лет Из этого выросла Диссертация Потом и книжка Русское именное Словоизменение О том Как в русском языке Устроено Словоизменение Ну и еще Через какое-то время Уже не совсем Из этого Но тем не менее Корни оттуда Вышел Грамматический Словарь Русского Языка Удивительное Удивительный Словарь Обратный Словарь Русского Языка Которому К каждому Слову Была приписана Некоторая Маркировка Однозначно Задающая Его Тот способ Которым Это слово В языке Меняется Словоизменение Вот Этот словарь Тогда еще Об этом Никто не мог Подумать Но этот словарь Лег в основу Всех Программ Обработки Русского Языка Программистских Всех Лингвистических Алгоритмов И Спилчекер Проверка Орфографии И позднее Поиск Яндекса То есть Морфология Вся была основана На этом словаре Залезняка И Когда для Книжки Я разговаривала С одним из Разработчиков Спилчекера А потом Сотрудников Яндекса Основных Который вместе С Воложем Начинал Яндекс Таким Аркадием Барковским Он рассказывал Что вот этот словарь Для них был Самым главным Предметом И было понятно Когда говорят Да и словарь Какой словарь Черный Понятно Что черный Словарь Это словарь Залезняка Грамматический Вот Это Важное Его Важное Его открытие То есть Полное И Как говорил Успенский В словосочетании Полное описание Существенно Обе части Этого выражения Во-первых Описание Во-вторых Полное описание Без исключений Русского Словоизменения Потом Он стал заниматься Русским ударением Потом Он стал заниматься Древнерусским Языком И пришел К берестяным Грамотам И это тоже Отдельная Совершенная вещь Как До Залезняка Грамоты Издавались Находились Археологами Как-то даже Читались Только Как потом Выяснилось Читались Совершенно Неправильно И это Была Такая Судьбоносная Встреча Между Археологами Которые Копали Новгородский Раскоп Копали Грамоты И Залезняком Который Помогло Сделать Множество Открытий Про Новгородский Диалект Русского Языка Потом Была Важная Важная Вещь Определение Подлинности Слова Полку Игорева Споры Об этом Велись Давно Обычно Говорят Доказательства Подлинности Залезняк Очень возражал Он Рассказывал Про то Что Его задачей Не было Ни доказать Ни опровергнуть Подлинность Слова Полку Игорева Его просто Безумно Раздражало Что Неужели Наша Лингвистическая Наука Настолько Слаба Что Она Не может Поставить Точку В этом Споре И что В своей Речи На вручении Ему Солженицынской Премии В частности Вот За доказательство За доказательство Как там было сказано Подлинности Слова Полку Игорева Он Говорил Что Он Не был Бо Не Слишком Рад Доказав Подлинность Не Слишком Огорчен Доказав Подельность Ему Просто Хотелось Понять А что На самом Деле И на самом Деле Он Доказал Что Существует Пренебрежима Малая Вероятность Что Существовал Такой Гений Который Скрывая Свою Гениальность От Всех Написал Текст Настолько Аутентичный И скрыл Все Открытия Которые Позднее После Этого Последовали Тех Особенностей Языка Которые В этой Рукописи Слова Парку Игорева Присутствуют Вероятность Этого Существует Но Она Пренебрежима Мала Ну вот Вот Собственно Основные Его Вещи Русские Русское Словоизменение Слово Полку Игоря Грамматический Словарь Все Названо Уже Основные Исследовательские Результаты Но Только Я их Повторю Первое Это Описание Русского Словоизменения И Как результат Грамматический Словарь Второе Это Описание Современного Русского Ударения Часть Грамматического Словаря И ударение Системы Акцентуации Древнерусской Вторая Задача Были Может быть Менее Менее Интересные Для Общей Аудитории Но Интересные Лингвиста Достижения В Описании Древнерусского Языка Например Открытие Двух разных О В древнерусском Языке Широкого И Узкого И Далее Берестяные Грамоты И Далее Вот Случай Слово О полку Игореве С Действительно Что По-видимому Наиболее Интересно Для Общества Собственно За это И Была Вручена Премия Солженицына Но Я хочу Чуть-чуть Назад Отойти И Сказать Во-первых Андрей Жизняк Был важен Не только Как И Следователь Я бы Считал Что Не менее Важна Для Общества Для Лингвистического Сообщества Его роль Как Лектора Это Совершенно Удивительная Вещь Потому Что Действительно Здесь Никого Рядом Поставить Невозможно И Наше Поколение И другие Поколения Во многом Учились Риторики У Андрея Анатольевича Но Я в частности Очень сильно Находился Под его Влиянием Когда Начинал Выступать И публично В том числе И как Преподаватель Это Действительно Некий Образец Ну Если хотите Интересной Науки Потому Что Все было Продумано Иногда Это Были Почти Детективные Сюжеты Когда Мы Студенты Вместе С преподавателем Делали Открытие Потом Мы считали Что мы Сделали Открытие На самом деле Тут был Легкий Обман Нас 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 Андрей Вел За Руку Но Мы Открывали Какие-то Великие Вещи Потому Что Нам Что-то Было Сказано Вначале И Шаг За Шагом Иногда Очень Маленькие Шажки Иногда Чуть-чуть Мы шагали В сторону Но Нас Андрей Анатольевич Выдергивал На правильную Дорогу Вот Этот Путь Мышления В Процессе Лекции Действительно Мы Стали Воспринимать Лингвистику Иначе Чем Если бы Не было У нас Лекций Андрея Анатольевича Залезняка Мы Поняли Что Лингвистика Интересная Наука И Я бы Даже Сказал Сильнее Веселая Наука Совсем Нетривиальное Знание И Андрей Анатольевич Был Ну Я не знаю Создателем Ли Возможно Такого Рода Лекции Были Курсы Простите Нового Жанра Лингвистических Курсов Это Рассказ Об одном Языке Он Наверное Считал Санскрит Арабский Когда-то Он читал Даже Древнееврейский Акадский По-моему Шумерский Литовский Что это Было Конечно Прослушивая Это годичные Или двухгодичные Курсы Студенты Не Овладевали Языком В привычном Понимании То есть Мы не могли Выйти На улицу И поговорить С древним Индусом С шумером С индусом Даже с арабом Или с Евреем Но Мы Понимали Как устроен язык Вот этот Короткий курс О языке Прежде всего О грамматике Языка Это был Жанр Ну я бы сказал Осипло И Андрея Анатольевича Чрезвычайно Интересный Жанр И сегодня Есть Наследники Андрея Анатольевича Которые читают Такие курсы В ведущих Московских И не только По-веду Московских Университетах И еще Одно По-моему Тоже Очень важное Значение Уже Отчасти Вненаучное Но связанное С наукой Андрей Анатольевич Задавал Совершенно Особый тип Ученого И опять Здесь Трудно Кого-то Поставить рядом Хотя Наверное Несколько Великих Имен Я бы назвал Я Вначале Произнес Может быть Опрометчиво Слово Антисоветский На Осипле Не было Антисоветских Выступлений Это вне Вне советский Да То есть Это существование Вне Современной Тогда Социалистической Системы Ну собственно Уход В древний Египет Или к шумерам Это и есть Существование Вне времени Казалось Что Нету Неприятной Современности А мы живем Вот В истории Человечества Можем идти назад Можем идти еще куда-то Но это Совершенно Особая роль Был тогда Когда-то Такой термин Внутренняя миграция А это была не внутренняя миграция А миграция Во все времена Во все языки Во все культуры Это было чрезвычайно интересно Потому что скажем Курс Санскрита Один из лучших курсов Который я до сих пор помню Санскрита я не помню Я помню курс Но Один из лучших курсов Потому что Он был необычайно Красиво устроен По какой-то Одной строчке Мы восстанавливали Отношения Враждующих Царей А мы читали Великие памятники Древнеиндийской литературы И кроме того Читали Веды Андрей Анатольевич Какими-то Такими Мазками Погружал нас В культуру Что было чрезвычайно интересно И уже потом Уйдя с лекции Я шел в библиотеку И читал Павла Гринцера Изучал Индийскую литературу То есть это был Путь в культуру Через язык Это было чрезвычайно Интересно И увлекательно Снова вот эта увлекательность была Поэтому Мне кажется Что вот эти Роли Роль лектора И роль Ученого Который не зависит От окружающего мира Чрезвычайно важны И еще я хочу сказать Ответить на то С чего вы начали Был ли Андрей Анатольевич Математиком Лингвистики Или нет Мне кажется Что Андрей Анатольевич Менялся И он выпадал Из привычного контекста Выпадал иногда В одиночку Иногда вместе С коллегами Ну в частности Если лингвистика Лингвистика была Такое Скажу слово Не очень подходящей К научной беседе Жутко гуманитарной наукой В Послевоенные годы И вот пришло поколение Среди которых Был Залезняк Мельчук Апрессиан И другие Которые Выпали Из этой идеологической Науки Гуманитарной И Начали говорить В контексте Математики Возникла Структурная Лингвистика Она возникла Не в СССР Но тем не менее Этот круг Был очень Очень Отечественный Действительно Ряд великих Ученых Мирового значения Были именно здесь В этой области А уже В последние годы Андрей Анатольевич Стал гораздо более Публичным И гуманитарным Лингвистика Становилась Все более Технической Все более Инженерной Наукой Но вот последние Работы В частности Исследования Слова о полку Игореве Или исследования Новгородских Грамот Были уже во многом Гуманитарной Как и лекции То есть Через язык Андрей Анатольевич Говорил аккуратно Очень Очень строго Но все-таки Говорил о культуре И опять же По тем же Лекциям О новгородских Грамотах Мы Узнавали что-то Не только о языке Но и о маленьком Мальчике Который что-то там Написал О влюбленной Женщине То есть Создавался целый мир И в этом смысле Это конечно Абсолютно Гуманитарная Наука Ну при всей Аккуратности Высказывания Свойственные Этому поколению У меня два быстрых вопроса Сколько языков Знал Залезняк Про это Тоже Лучше прочитать В книжке Значит Считалось Что Залезняк Полиглот И в разных Публикациях Или интервью Или там Съемках О нем Говорилось Что он знает 40 языков 45 языков 38 языков Он всегда Отрицал Своё полиглотство Значит Про это есть Такая история История первая Про то Что Успенский Разговаривает Залезняком И говорит Вот сколько Вы знаете языков Залезняк Ему на это отвечает Что Обычно люди Задают этот вопрос Сами не задаваясь Вопросом о том Что это значит Что значит Знать язык Вот К примеру Говорит он Матрос Сходящий На берег В порту С целью Посетить бордель Знает язык Этой страны В объёме Необходимом Для того Чтобы свою задачу Решить А именно Дойти куда нужно Получить желаемое И вернуться Назад на корабль И поэтому На вопрос Знает ли он Язык этой страны Он ответит Да И будет абсолютно Прав Потому что В пределах Своей нужды Он его безусловно Знает Хорошо Говорит Успенский Я понял А вот На скольки языках Вы могли бы Прочесть лекции Ну Прочесть лекции Это совершенно другое дело Это конечно Тоже неполное знание языка Но тогда на четырёх Говорит Залезняк И перечислял их Английский Итальянский А русский считать Спрашивал он Английский Итальянский Французский И русский Четыре Что вот он Попробовал Когда-то подумал Прочесть на немецком Но потом Хорошо Что он себя остановил Потому что Это было бы мучение Но Думаю Что он скромничал И действительно Что такое знание языка Это по-разному По-разному Можно трактовать Но Конечно Он Преподавал Большое количество языков И это тоже Можно считать Знанием языка На каком-то уровне Ну вот Да Добавлю просто Если говорить О знании языка Лингвистическом То есть О знании грамматики языка То Я думаю Что Количество Исчислялось Десятками Ну там Сорок Наверное Было Это При этом Этот уровень Был выше уровня Носителя языка Вот это важно Тоже понимать Что Это было знание Грамматики Чрезвычайно Высокого уровня И знание Какой-нибудь Литовской грамматики Или там Древней грамматики Было гораздо выше Знания Человека Который на этом языке Говорил Поэтому Вот Четырех языков На которых Прочесть лекцию До Ну я боюсь сказать Наверное Это десятки От сорока Может быть и больше Еще одну вещь хочу сказать В разговоре о языках Зелезняк вспоминает Историю своего детства Когда ему было шесть лет И они были с мамой В эвакуации Интеллигентные дамы В этом поселке Манчаш Довольно далеко Решили Чтобы Дети не Утрачивали Некоторых Навыков И В общей культуре Устроили группу Занятий Немецким языком Для маленьких детей Это некоторая загадочная история Как во время войны Преподавали именно немецкий Маленьким детям Но тем не менее И Зелезняк в шесть лет Был записан в группу Изучения немецкого языка И вот он говорит о том Что Он пошел туда с большим интересом Потому что он поставил себе задачу Он написал таблицу Из шести цветов При этом он был твердо уверен Что цветов в мире существует шесть И вот его задача была узнать Как это будет по-немецки То есть это была первая структурная Самостоятельно поставленная перед собой задача Андрея Анатольевича Зелезняка Он говорит, что если бы ему тогда кто-нибудь Сказал, что цветов существует в мире больше, чем шесть Он был бы чрезвычайно огорчен Но дело не в этом А дело в том, что через какое-то время Дамы, преподающие немецкий язык Посоветовали его маме Не тратить зря времени И маленького Андрюшу забрать оттуда Ввиду полной неспособности К изучению языков Потому что, как говорит Зелезняк Его никогда не интересовало Никак будет Здравствуйте или до свидания Ни Марта Тут тоже надо понимать, что это все легенды Потому что есть знаменитые байки О том, как Андрей Анатольевич отправляет путешествие Либо лодочное на байдарках Либо на самолете в Венгрию, по-моему Рассказывают коллеги, которых мы знали Которые присутствовали при этом Или на байдарочный поход, по-моему, в Молдавию И Андрей Анатольевич берет с собой Грамматику и словарик В самолете или в поезде До начала похода Читает И неожиданным образом вступает в контакт Свободно говоря на этом языке Причем фонетически правильно Что всех поражало Поэтому тут вот Эти легенды существуют с разных сторон И я думаю, что Конечно, уникальный талант полиглота Тоже присутствовал Ну, по крайней мере, если осмыслять Все разговоры В Залезях никогда не думал об эмиграции Мы говорили сейчас о его внесоветскости О том, что институт был в некотором смысле Касталий Но тем не менее, скажем И о внеидеологичности его занятий Но при этом, скажем Некоторые его коллеги, насколько я понимаю Тот же Мельчук уехал Более близкий к филологии Жалковский и Щеглов Вот у него не было никогда идеи о том Чтобы сменить обстановку Смею сказать, что нет У него никогда не было идеи о миграции У Залезняка Вот в этом смысле Думаю, что Мое предположение верно Нет, он никогда не хотел эмигрировать Если бы он хотел, он бы это сделал Нет, никогда не хотел Он преподавал В последние десятилетия Преподавал семестр в различных университетах в Европе И делал это с удовольствием Но с еще большим удовольствием возвращался назад И занимался Но он же увлекался берестяными грамотами Какая эмиграция? Где там накопаешь столько? Так что нет, не было Были ли у него недоброжелатели? Мы говорим о том И когда мы читаем некрологию Мы видим, какую он роль сыграл Для, скажем, молодого поколения Тем не менее Люди в науке Которые, скажем, ему Оппонировали Или как-то лично Плохо к нему относились Люди, которые лично плохо к нему относились Ну, может быть, и были Мне не попадались Вначале действительно Ну, про эту историю Как ему вместо Во время зачиты кандидатской Присудили докторскую степень Почему и как И для чего это было сделано Вот про это Я не буду сейчас пересказывать Честно, простите меня Всю книжку целиком Это все-таки можно будет почитать Но Да, действительно считалось Что он зарвался Потому что А что говорил Один из маститых филологов До Залезняка Никто не знал, как склоняется слово стол Что это значит Он описал падежную систему русского языка А до него никто это Ну, вот такое отношение было Но считать, что это были враги Нет Ну, думаю, что Некоторая Некоторая настороженность Когда приходит молодой, талантливый Четкий Человек И начинает говорить Что не решено то Что считается решенным И надо пересмотреть То, что считалось Завершенным Ну, это наверняка Раздражает Довольно большое количество Маститых людей Но так, чтобы врагов нет Я не знаю про врагов Ну, были, конечно Были Ну, я думаю, что У любого яркого человека И должны быть враги Ну, может быть, не враги В таком прямом смысле Но оппоненты Люди завидующие Ненавидящие Все Все это было И один из таких Наиболее частых типов Это тип Ну, а что за ледняк нового Скал? Ну, да Ну, мы же знаем, как склоняется Это все верно Но были административные враги И была знаменитая история В которой я тоже поучаствовал Потому что я был аспирантом Андрея Анатольевича В какой-то момент Кафедра структурной Прикладной лингвистики Была не то, чтобы закрыта Но слита с другой кафедрой С Андреем Анатольевичем Не был продлен контракт В МГУ МГУ был второй работой Андрея Анатольевича Первый был Институт славяноведения Основной Не возобновили договор Ну, а я участвовал в этом Как аспирант Соответственно, остался Безнаучного руководителя Но И там были конкретные люди Я знаю фамилию Скажем, человек Который в этом как-то участвовал Который стал заведовать Этой объединенной кафедрой Если мы говорим О научных оппонентах То тоже были Ну, в частности Я не знаю Как реагировал И как отвечал ли Андрею Анатольевичу Этот человек Безусловно Чрезвычайно талантливый Это академик Фоменко Собственно В бой с которым И вступил Залезняк Ну, наверняка Оппонентами их можно считать Если говорить Об исследованиях И опять же Спорах Были такие Случаи Как раз я Вернусь К фигуре Мельчука Мне кажется Эти две фигуры Залезняка и Мельчука Показывали Как может существовать Настоящий ученый В Советском Союзе И это были Совершенно два разных пути Путь Мельчука Как раз был Антисоветский С конфликтами Скандалами И отъездом И путь Залезняка Это путь Вне Советский Ну Такого существования В этом мире Который он Отчасти сам создавал И конечно Были люди Которые не принимали Этот путь Были проблемы С учениками Ну вот С одной из самых ярких Учениц Андрея Анатольевича Саша Ахенвальд Которая в результате Тоже эмигрировала В Австралию Так что Это было Но Что очень важно сказать На удивление Мало И Это конечно Тоже свойство Человека Которому Трудно быть врагом Трудно Потому что Ты должен Как-то себя Сопоставить Рядом с ним Я упомяну Одного Недоброжелателя Известного Ну и известно Что он недоброжелатель Потому что он выступает Всячески против Андрея Анатольевича Относительно известный В мире Дмитрий Голковский Писатель Автор Знаменитого Тупика Как он называется Бесконечный тупик Вот он Ну видимо Считает себя Достаточно Человеком Достаточно крупного масштаба Чтобы вступать в диалог Но он делает это Абсолютно Ненаучно Но как бы Оспаривает Достижение Андрея Анатольевича Вот в некотором смысле Его тоже можно считать Врагом Оппонентом Делает это не очень корректно Поэтому наверное Можно считать Не просто оппонентом Но и врагом Но это конечно Фигура исключения В целом Существовал И до сих пор существует Культ Залезняка Как Ну я об этом уже сказал Вот когда мы пришли Только Учиться Этот культ уже был Я хочу сказать Просто что Для того чтобы Кто-то считался Врагом Кого-то Этот статус Должен быть Признан Обеими сторонами Потому что Ну как Голковский Может быть И нападает На Залезняка Но не думаю Что Залезняк Считает Что у него есть Враг Голковский Считал Залезняк Вообще был удивительно Неконфликтным человеком Он избегал Этих конфликтов Они ему мешали Они мешали ему работать Единственное Действительно Единственное направление В котором он позволил Себе эту Неконфликтность Задвинуть Немножко Это когда он Начал бороться С Лженаукой С Фоменко С Колесовым И так далее Нет нет С Колесовой С Колесовой С Колесовой С Колесовой С Колесовой Да Поэтому И даже когда Вот эти вот Маститые люди Говорили Что до Залезняка Никто не знал Как склоняется Слово стол Но Залезняк Про себя знал Что до него Не знали Но вообще говоря Даже не тратил Ни время Свою Ни нервы Ни идеи У него такой Не возникало Вступать с ними По этому поводу В спор Поэтому в этом смысле У него конечно Таких врагов не было А когда Слили кафедру И не продлили с ним Контракт Но тоже ему Это было обидно Но не то Чтобы он считал Что это его враги Нет Это была вот Та самая Действительность Вне которой Он старался Вообще говоря Жить Чтобы не тратить На нее Ни сил Ни нервов Ни времени Почему же Он вступил В прямую полемику С Фоменко При всей его Неконфликтности И нежеланию Потому что Фоменко Покусился на науку Он решил Переврать святое Не продлить контракт С Залезняком Лишив его возможности Ходить в университет А он просто Покусился На дело На дело Залезняка Он пытался Рассказать Что все устроено Не так Как на самом деле Устроено И вот это Уже потерпеть Видно Он не мог Я то же самое Просто повторю Другими словами Это был конфликт Не людей А конфликт Идей И когда Залезняк чувствовал Что что-то не так В мире идей То он Особенно в поздние годы Он конечно Шел на этот конфликт Но опять Если говорить О человеческих Качествах А не ученых Снова Обращаясь К сравнению С Мельчуком Действительно Две ярчайшие фигуры Нашей юности Мельчук Залезняк уходил От любого Человеческого конфликта Мельчук сам Провоцировал Эти конфликты Вот в этом смысле Это Ну действительно Очень приятно Было жить Когда рядом Титаны Такие разные Мы видели К чему приводят К чему ведут Разные пути Я с Мельчуком Разговаривала Вчера ночью Так получилось По скайпу И вот На протяжении Этого часового Разговора Слово И тут я устроила Скандальеру Прозвучало Раз в 15 Да Они очень разные Мельчук 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 Ваши книги Мельчук 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 Или он не может Сказать Чему это выражалось Он говорит Что сам он Очень от мира сего А Залезняк От мира сего И в то же Время не от мира Сего Непонятно Как это объяснить Говорит он В чем это выражалось Наверное В том Что ему действительно Идеи были Интереснее жизни А Мельчуку Всегда жизнь Была интереснее Иди, хотя иди хватало и у того, и у другого. Я думаю в том, что мы уже сказали, что действительно Зажезняк уходил от человеческих конфликтов. В этом смысле не от мира всего. Так-то Андрей Анатольевич был очень от мира всего. Я бы сказал, что это довольно неточное выражение. Но он уходил от той неприятной жизни, которая существовала где-то рядом. А Мельчук на нее набрасывался, вступал с ней в бой, проигрывал, выигрывал, по-разному бывало. Но, конечно, Зажезняк очень был адекватный человек. Это не карикатурный ученый, есть замечательный ученый, но можно вспомнить еще одного. Вы упоминали сегодня Топорова Владимира Николаевича. Он был вот некоторым таким сгустком профессорства, который в фильмах советских иногда мелькал. Такого вот не от мира сего. Андрей Анатольевич был абсолютно адекватным человеком. Его многие вещи не интересовали, которые интересуют людей, погруженных в быт. Но он был абсолютно адекватный, мог вполне с большим интересом говорить о том, что где-то происходит. Но он уходил от советской действительности или позже от неприятной действительности ради науки. Сохранял свой комфорт для того, чтобы работать. То есть я как раз с Игорем Александровичем поспорил бы. Как раз таки вот вы, не вы, одна из ваших собеседниц рассказывает, что Солезняк очень любил такие сеансы человековедения, обсуждения людей, вот именно как они устроены, почему они так поступают. Это было, причем это были не обсуждения сплетен, да, вот именно какое-то вот отчасти антропологическое занятие. Он с вами такие разговоры проводил? Нет, таких разговоров мы с ним, пожалуй, что за редким исключением не вели. Но это не то, чтобы антропологическое. Ну да, его интересовало, как устроены человеческие взаимоотношения. Его интересовало, как устроены человеческие взаимоотношения в Махабхарате, и что означает устрашающая красота. И что означает эта фраза, и как вообще строятся отношения между людьми, мужчиной и женщиной, если женщина обладает устрашающей красотой, хорошо это или плохо. Его это же интересовало в отношениях новгородской семьи 14 века, кто кому какие писал записки, а если ты не придешь, то, и вот что и как это реконструировало. И его абсолютно точно так же интересовали, какие взаимоотношения между знакомым А и знакомой Б. Ну, в общем, примерно реконструкция взаимоотношений между людьми его интересовала, в принципе, в разных местах, в разных культурах. Залезняк говорил, что он негативно влияет на своих аспирантов, что он слишком мягок, чтобы, скажем так, как-то их стимулировать, сдавать какие-то тексты. Что он, в общем, с большим удовольствием говорит о чем-то личном, чем о науке. Вот, наверное, вопрос скорее к Максиму Анищимовичу. Как ваши с ним строятся отношения ментора и ученика? Ну, по-разному. Я бы сказал, что Андрей Анатольевич действительно не стремился к сближению, но я был довольно бойким студентом и все время задавал вопросы. Потом я перестал задавать их людям и уже сдаю их себе и там что-то с ними делаю, пытаюсь ответить. Но тогда я задавал очень много вопросов. Иногда Андрей Анатольевичу это надоедал, и он так скрывался от меня на каком-то из этажей. Но отношения у нас были очень хорошие, но потом действительно мне надоело заниматься историей, мне интереснее современность. И я как-то ушел в сторону и скорее даже в направлении идей, теорий, которыми занималась жена Андрея Анатольевича и Елена Викторовна Падучева. Но это было совершенно безболезненно. Ну, я заинтересовался другим, ушел, он никак не настаивал ни на чем. И на наши человеческие отношения это никак не повлияло. И даже когда у меня было отвлечение на что-то близкое, я написал какую-то статью про ударение, он ее с удовольствием прочел и рекомендовал в журнал Russian Linguistics. Поэтому Андрею Анатольевичу действительно были интересные идеи. И аспиранты, которые занимались его идеями, ну не его личными идеями, а вот этим кругом интересных ему идей. И если человек уходил в идейном смысле в сторону, ну, уходил, уходил. Так что негативного влияния, конечно, не было никакого. Просто мне это казалось и тогда, и, наверное, я так считаю сейчас, хотя специально не задумывался. Андрей Анатольевич очень боялся, очень не хотел влиять на людей, на судьбы и на самих людей. Он очень боялся быть, вот вы употребили слово ментор, и поэтому он никогда не говорил как надо. Вот весь его опыт передавался просто образцом. Вот как читал он лекции, вот нам хотелось брать с него пример, но не то, чтобы он нас учил, как читать лекции, не то, чтобы он нас учил, как заниматься наукой. Он просто показывал, как он делал это сам. Поэтому, нет, это было просто отсутствие, ну, слово педагог есть, да, вот отсутствие. Он не был педагогом в прямом смысле, и у него нет, наверное, в прямом смысле учеников. Вот я, например, не знаю, считать себя учеником или не считать, ну, в каком смысле да, в общем смысле безусловно да, и по тому влиянию, которое он на меня оказал, но я бы не считал, что я непосредственно там в науке его ученик. Я куда-то ушел, в какой-то момент свернул и иду другим путем. И в этом случае там, скажем, Андрей Анатольевич не создал своей школы. Но он был такой человек. Если кто-то хотел идти за ним и рядом с ним, ну, вот в последние времена, это, если мы говорим о новгородских грамотах, то, скажем, Алексей Гиппиус. Вот он шел рядом и, наверное, считается его учеником, и Андрей Анатольевич, наверное, считал Алешу своим учеником. Но он никого не держал за руку. На этом этапе я бы хотел подключить аудиторию, потому что, есть вопросы к автору? Да, конечно. Два слова о жанре. Просто мне, я книгу увидел уже после того, как она была закончена, прочел, и мне понравилось. Я надеюсь, что это объективное, а не субъективное мнение. Почему? Что это за жанр? Ну, вот сразу приходит в голову слово вербатим. Термин театральный. Когда спектакль строится на чужих словах. Актеры произносят чужие слова, но слова, сказанные какими-то конкретными людьми. И вот в некотором смысле это вербатим. Если брать какие-то жанры литературные, то, наверное, надо вспомнить Светлану Алексеевичу. Нобелевского ряда, которая тоже вот создает такими документальные фрагментами. И даже критики не знают, характеризовать ли ее прозу как художественную или как документальную. Но для биографии, мне кажется, этот жанр особенно интересен. И отчасти это тоже было сказано. Но, во-первых, это создает стереоскопический портрет. Потому что, конечно, если биограф пишет сам, то он пишет как видит. И это портрет, собственно, такой вот с одной стороны. А здесь возникает стереоскопический взгляд с разных сторон. И абсолютно верно, что в этой книге есть вещи, отчасти повторяющиеся, которые создают мотивы. Ну, скажем, мотив легкости занятий наукой, обманчивый мотив. Но это такой мотив Моцарта, если хотите. Разные люди в разных ситуациях, свидетели, повторяют этот мотив. Вот это многоголосие, с одной стороны, повторы, которые создают линию и делают ее более устойчивой. Более объективной. С другой стороны, противоречия тоже чрезвычайно интересные, которые тоже в книге отмечены. Я не буду сейчас указывать, но они есть. Когда кто-то видит Залезняка так, а кто-то по-другому. И это противоречит друг другу. Это тоже чрезвычайно интересно. И тоже говорит о том, что в одних ситуациях было так, в других так, с одними людьми так, с другими эдак. Но кроме стереоскопичности портрета, есть еще одно очень важное следствие этого жанра именно для биографии. Здесь создается человеческий контекст. Потому что мы видим окружение. И видим, среди кого жил герой. И это тоже чрезвычайно интересно. То есть вот это многоголосие выполняет две функции. Во-первых, стереоскопичность портрета. Во-вторых, создание среды, в которой существовал герой, о котором написана книга. Я думаю, что это чрезвычайно перспективный жанр. Не знаю, были ли такие биографии. Может быть и были, может быть нет. Но, по-моему, это какой-то новый взгляд на человека. Мне кажется, отчасти похоже на книгу Петра Айвена «Время Грязовского». Где, правда, сам, получается, интервьюер очень выпукал. Вот таким, Мария, более деликатно к этому подходит. Как дает своим собеседникам раскрыться. А как бы вот в книге Айвена важно и то, что, как бы, и вот этот образ того, кто задает вопросы. Но Айвен был важным участником процесса. Маша, по крайней мере, вначале была существенно моложе. И действительно смотрела со стороны. Потом тоже стала участником. Но здесь это важно. Дать сказать другим. Я готов подойти с микрофоном, если у вас есть вопросы. Ну, тогда последний вопрос. Я прошу прощения. Просто вот вы задавали вопрос, почему Владимир Андреевич Успенский. Дело в том, что вот так получилось, мне дико повезло, что я снял фильм об Андрею Анатольевичу Залезняке. Фильм был на культуре, он называется «Яндекс. Гугл. Алгоритмы Залезняка». Я три года уговаривал Андрею Анатольевичу сняться. И в конце концов, когда уже было время че, то есть если мы не начнем снимать сейчас, фильм не выйдет к его 80-летию и будет кошмар. Значит, я последний раз, причем Андрея Анатольевич очень мило общался, приглашал в гости, мы долго с ним разговаривали, все что угодно. Он сказал, дайте мне месяц подумать. Через месяц я ему звоню и говорю, как? Он говорит, вы знаете, я подумал очень хорошо, очень интересно. И я пришел к выводу, я отказываюсь. Ну, что было делать? Я не помню, то ли кто-то мне посоветовал, то ли какая-то мысль, ну, советовали заранее, то есть говорили, выбирай тактику, как говорится, Залезняком. И тут я ему говорю, а вот Владимир Андреевич Успенский согласен участвовать вместе с вами. Что сказал Залезняк? Ну, если Успенский, то, пожалуй, я согласен. Вот такая была реплика от Залезняка. А вообще просто действительно, вот знакомство с этим человеком, могу говорить о себе, что как телевизионщик, как, ну, мне довелось снимать, ну, не скажу большое, но вполне пристойное число замечательных людей. Вот, когда задали вопрос о врагах Залезняка, вот он производил впечатление человеку, которого физиологически не может быть врагов. Потому что, когда смотришь на Залезняка, это гений. И вот есть известная история такая, она байка тоже, скорее всего, что когда-то там Александр Блок, у него были плохие отношения с Гумилёвым. Не любил он Гумилёва и резко о нём отзывался. И когда они работали во всемирной литературе, вместе с ними работал молодой Всеволод Рождественский. И однажды он говорит, я набрал смелости, подошёл к Гумилёву, говорю, Николай Степанович, вот Александр Александрович так грубо с вами, а вы ему никак не ответьте. Он говорит, Гумилёв на меня смотрел, сказал, ну знаете, Сева, ну представьте себе, что перед вами живой Лермонтов, ну как вы ему ответите? Вот когда я смотрел на Залезняка, у меня всё время было ощущение, нот живой, не знаю, Лермонтов, ну кто-то в этом духе. Спасибо большое. Спасибо большое за эту историю. Я, если можно, прореагирую, просто вот как раз про врагов. Конечно, да, было сильное чувство восхищения, которое мешает чувству вражды. Вражды, но опять же тот мотив, о котором я говорил, который в книге явно прослеживается, это мотив Моцарта. Были ли у Моцарта враги? Наверное, нет, но разве что Сальери. Ну это достаточно, да. Ну это в литературе, там Сальери, наверное, реальной Сальери не было. Ну вот просто здесь действительно фигура, которая выпадает немножко из реальности, могут ли у неё быть враги. Враг всё-таки понятие действительно сополагающееся, но об этом уже было сказано. Спасибо вам большое и за книгу, и за то, что пришли. Книга продаётся в павильоне, в отсеке X17 или на BookMate. Подписать её можно прямо здесь сейчас. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...